Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сценарий настолько крутой, что я думаю на сегодняшний момент вряд ли кто-то из голливудских режиссеров сможет его произойти Посмотрите, смешалось все в одно Исчезновение марионеточного президента одной из восточноевропейских стран Который исчез после переворота, после революции Президент кроваво пытался ее подавить Исчез вместе с награбленным барахлом Исчез на своем самолете В настоящий момент его разыскивают службы Интерпола Спецслужбы Украины Бывшие соратники Огромное количество людей его разыскивают У всех свои интересы Кто-то хочет его провести в ГАГский трибунал и отдать под суд Кто-то хочет отнять свою часть награбленного Кто-то хочет ему просто настучать по репе То есть, представляете, как все замешано И вот он улетает на самолете в неизвестном направлении Я считаю, что когда закончатся эти события Наверное, Голливуд все-таки поставит этот фильм Тем более, что развязка может быть совершенно неожиданная Я со своей стороны попытался сделать свое журналистское расследование Своими доступными методами и информацией, которые я располагаю И картина действительно вырисовывается крайне пикантная И захватывающая Так что я предлагаю всем запастись попкорном И наблюдать за этими событиями Потому что, еще раз говорю Развязка может быть самая неожиданная И я думаю, что зрители всего мира Получат реальное удовольствие от этого онлайн-шоу И так, что мы имеем на сегодняшний момент На 24 февраля Виктор Янукович официально объявлен в розыск Об этом уже сообщили практически все информационные агентства Исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что объявлен официальный розыск Дословно текст звучит так Доклады украинскому народу Янукович пропал Всю ночь вместе с главой СБУ Валентином На Левайченко Фамилия-то какая замечательная Занимались урегулированием вопроса ситуации в Севастополе И поиском экс-главы государства В сопровождении Клюева в пятницу 21 февраля Янукович вылетел вертолетом из Киева в Харьков Намереваясь принять участие в съезде депутатов партии региона в Харькове В 22 субботу Янукович переночевал в госрезиденции в Харькове Отказался от участия в съезде Записал видеообращение и вертолетом летел в аэропорт Донецка По прибытии в аэропорт Донецка Месть сохранность вертолетов пересел на два частных самолета типа Falcon Пытались вылететь Пограничная служба воспрепятствовала вылету После чего Янукович отбыл в резиденцию в Донецке Где пробыл несколько часов Смотрите, по хронологии получается так, что Свои самолеты он бросил, потому что погранцы его на взлетную площадку как бы не выпустили Вот, смотрим дальше Подним вечером 22-го автомобилем без сопровождения ГАИ Картеж Янукович отбыл в Крым 23-го воскресенья прибыл в Крым Оставался в одном из частных санаторий, намеренный игнорировать государственные спецобъекты В том числе специализированную президентскую госдачу На которую ранее предполагалось прибыть Узнав о решениях парламента по назначению Исполняющему обязанности президента Украины Торчинова И о вылете в Крым вновь назначенных глав МВД и СБУ Янукович спешно покинул частный санаторий По направлению к аэропорту Бельбек В котором к этому времени находились с Наливайченко В 23.50, это того же 23-го февраля и воскресенья Янукович, не доезжая до аэропорта Бельбек Остановился в частной резиденции в районе Балаклавы Собрал свою охрану, спросил, кто с ним будет в сопровождении дальше А кто останется тут Часть сотрудников УДО выразила желание остаться тут Янукович, попрощаясь с ними, передал официальный отказ от государственной охраны Ей даже скан Непоследующие за ним сотрудники управления государственной охраны Забрали все государственное оружие для передачи в крымское отделение УДО С оставшейся частью охраны Янукович в сопровождении Клюева Тремя машинами отбыл в неизвестном направлении, отключив все виды связей Информируя, что на сегодняшнее утро возбуждено уголовное дело По массовым убийствам мирных граждан Янукович и ряд должностных лиц объявлены в розыск Вот Теперь смотрим дальше Чем мы располагаем А располагаем мы следующим Оказывается, есть определенные сайты, где можно отслеживать перемещение самолетов И один энтузиаст в Акурат отследил очень интересное перемещение самолетов Так в сферу его деятельности попал фешенебельный борт AOG-92C Самолет производства Аэрбаз модель А318-112CG Elite Самолет производства Аэрбаз модель А318-112CG Elite Летел странными зигзагами на юг Сначала думали лететь в Сочи, потом в Ереван, затем в Тегеран Но персидцем за день стало ясно Дамочка летит на шопинг прямо в Дубаи Неожиданно долетев 100 км до любимого миллиардера Мегорода Все самолеты, находящиеся в воздухе, как по команде сделали разворот на 180 градусов Неужели Дубаи от греха подальше решили отсерпиться и никого не принимать? Оказалось, что внезапно карусель над заливом задумчивая очередь на посадку Длилось на 40 минут, постепенно все стали выпадать из карусели и садиться в Дубаи Вот и наш борт AOG-92C с радостным воплем ломанулся Но он огнал некий товарищ, отпихнул и уселся на освободившееся место Версии, что борт AOG-92C вместе с ним и остальные по неизвестной причине не пускают в Дубаи Думаю, что с ним делать дальше полностью подтвердилось Через некоторое время всех посадили, а нашему борту от ворот по ворот Зря только 40 минут мурыжили над весьма мокрым персидским заливом Теперь курс на Индию В Гоа танцевать или в Китай Высота 5100 Опять, оно ему туда надо, в шопинг Дубаяхта В 6 часов 25 минут резкий разворот в сторону залива Петля назад на Фуджейре Типа заход на посадку Правда, кто-то на своем корыте прется в лоб Разница по высоте 1500 метров А тут не волнуйтесь, борт AOG и без мигалки Здесь случилось самое интересное У меня аж сердце ёкнуло А вдруг дамочка до Гагарадии не доживет Посудите сами, высота 0, а оно продолжает двигаться и двигаться Тут у любого вся жизнь на мгновение пред глазами пройдет Феноменальность сверхъестественна За одно мгновение борт AOG 92C Спахав землю, телепортивался на состояние 256 километров Прямиком Мускат Это же не Арабские Эмираты А Оман, другое государство Я шастал бы не от такой наглости Белая линия, та самая телепортация На 256 километров Опять будут привозить сканы Вот весь путь мимо Дубари Отвергнувшего дамочку полукруг на Оманским заливом Посадка Эль-Фуджерин Объединенные Арабские Эмираты И мгновенная телепортация в Мускат-Оман Неужели им Аллах помог? Не кажется ли громаде, что нас слегка надули Посмотрите, высота ноли Вдруг белая линия с мгновенной поправкой на 256 километров Типа мы сели не в Эль-Фуджерин Объединенные Арабские Эмираты А в Мускат-Оман В Волохе исказить маршрут штурманы-пилоты не могли А вот на земле после посадки, чтобы затеряться Вполне Чек спрашивает Уважаемые эксперты авиации Как получилось, что это позволительная телепортация борта AOG 92C На 256 километров из Объединенных Арабских Эмиратов в Оман Кто был на борту, мы, вероятно, уже сегодня узнаем Человек сделал анализ Потом добавил свой комментарий Как он за секунду появился в другой точке Над Персидским заливом я его действительно потерял Приемник за 400 километров не ловит Потом снова нашел А тут было так Я очень внимательно людал Он на несколько секунд пропал с радаров А потом потянулась белая полоска к новой точке С возникшими изображениями борта Мог выйти он из зоны мог Но объяснить новое появление это не может Такое впечатление, что было отключение сквока И включение его уже в другом месте Код сквока всего 4 цифры Передать их можно по рации Или ввести удаленно Там, где самолетный ответчик Управляемый смартфон, к примеру Получил реакцию профессионалов Много раз сам приземлялся в Фуджере Борт практически не обслуживает пассажирские линии Порт В основном только грузовики Насчет телепортации Кто-то в Мускатере набрал на ответчики Код борта овоща Зачем, не знаю В Дубаях он не садился Ниже 5100 не опускался За высотой следил А можно ли сквок передать как-нибудь после посадки Чтобы спрятать местонахождение И еще Все свалить на отсутствие в аэропорту Место посадки Ну, вот такая вот ситуация Вот такая вот ситуация Вот такая вот информация Так что Есть серьезные подозрения Что следы господина Януковича Спустя какое-то время Будут обнаружены на Ближнем Востоке Потому что В другие цивилизованные страны Путь ему заказан Я со своей стороны Постараюсь освещать Развитие этого блокбастера Потому что Мне самое интересное Чем все это закончится Жду ваши комментарии Хорошего всем дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!